147 фотографий. Это снимки работающих и даже улыбающихся людей, спешащих по делам и не замечающих трупов на обочине. Авторы этих фоторабот отнюдь не пытались продемонстрировать жестокость ленинградцев. Военные фото-журналисты показали, что жители блокадного Ленинграда попали в то внутреннее пространство войны, где уже нет смерти и жизни, и время здесь исчисляется по-другому. В выставке представлены работы 24 авторов. Здесь и первые жертвы артиллерийского обстрела и разрушенные дома, конечно же, сама Ладожская трасса – та самая дорога жизни. Фотографировали корреспонденты ТАСС и момент доставки хлеба людей у ларька, запечатлели и тележку для перевозки трупов. Выставка «Внутреннее пространство войны. Блокада Ленинграда в фотографиях» имеет богатую историю. Фотографии из фондов Государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга побывали не только в городах России, но и в нескольких зарубежных странах – в Братиславе, Париже, Хьюстоне. В Аргентине эта выставка в Буэнос-Аресе показывалась полтора месяца. Со второй недели эту выставку включили в школьную программу. То есть на протяжении месяца школьников возили на автобусах специально для того, чтобы они посмотрели эту выставку. На некоторые фотографии отмечают сами организаторы. Необходимо сделать возрастное ограничение. В то же время это необходимо увидеть школьникам, считают в Министерстве культуры. Помнить эту историю обязаны. Выставка в Сочинском художественном музее продлится до 31 мая включительно.